Вам интересно, какие ароматы скрывает эта крышечка из теста? А какое буйство вкусов под ней? Вот и мне тоже. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Сегодня я хочу уделить внимание одному из ключевых факторов, который, на мой взгляд, и определил самое основное различие между западноевропейской кухней и кухней Руси. Если сравнивать плотность заселения территории Западной Европы с этим же параметром на Руси, то становится понятно, что Русь представляется практически пустыней. Чем выше плотность населения, тем больше стоимость ресурсов. И такая высокая плотность населения в Западной Европе привела к тому, что отапливать нормально свое жилище крайне дорого. Сравните с российской стоимостью на дрова с ее бескрайними лесами. Появилась даже такая традиция. Чтобы не жечь дома дорогущее топливо, хозяйка складывала все продукты в одну кастрюлю и тащила их в ближайшую пекарню, где все равно топилась печь, и была эта печь очень большой. Так что за небольшую плату хозяйки пристраивали свой небольшой горшочек с едой в этой печи. Но сидеть-то рядом не будешь полтора-два часа, дел много. Поэтому хозяйка уходила, оставляя свой котелок, а нечистые на руку пекари, ну или их поварята, утаскивали из этой кастрюли самые лакомые кусочки. Вот так, по легенде, и родился целый класс блюд, в котором вместо обычной крышки использовалось тесто. Ведь без повреждения этой тестяной крышки уже не утащишь кусок. Пройду на рабочее место и приготовлю что-нибудь. Так сказать, по мотивам. Я буду использовать вот эту посудину. Однако не забивайте себе голову. Готовить по этому принципу можно в небольших глиняных горшочках или вообще использовать порционные плошки. Что найдете? В качестве содержимого я планирую использовать картошку, мясо, лук, морковь. В общем, все, что найду в холодильнике. Начну с замешивания теста. Для того, чтобы оно было эластичным, глютен должен успеть набухнуть. Поэтому замешанное тесто будет ожидать нарезки содержимого котелка, а не наоборот. Состав и соотношение продуктов для теста читайте в описании видео. Я использую для этого блюда такое же тесто, как на Белиш. Если вы не видели этот великолепнейший образчик татарской кухни, щелкайте сюда и обязательно смотрите. Это сказка! Действительно, Белиш – это жемчужина татарской кулинарии. Сейчас укрою его пленкой. И пусть полежит, пока я все нарезаю. Это блюдо, опять-таки, мне безумно нравится именно экономичностью трудозатрат. Все свалил в котелок. Убрал в духовку. И забыл на несколько часов. Картошку нарезаю в два размера. Покрупнее и помельче. Состав продуктов, как вы понимаете, здесь может быть чрезвычайно разнообразный. Полагайтесь на свою фантазию. Вместо картошки можно крупы использовать. А, кстати, к крупам отлично пойдут яблоки, айва. Да и мясная составляющая тоже может быть какой угодно. Говядина, свинина, баранина, птица, субпродукты. Главное, это разнообразие. Ну и, конечно, эффектная подача, в конце концов. Давайте собирать все вместе. На дно немного растительного масла. У меня оливковое. И следом пойдет лук. Лук быстро даст сок при нагревании. И все в котелке быстрее начнет париться. Картошка и мясо. Ну и, конечно же, не забыть про приправы. Соль и перец, я считаю, обязательные. И я еще добавлю лаврового листа. Сверху морковь. И можно заняться тестяной крышкой. Тут тоже все просто. Раскатываю в более или менее ровный круг. У меня скорее менее, чем более. И все. Чем больше лука в начинке, тем больше сока получится. Я в этой своей испанской духовке, да и в этом горшке, такого еще не готовил. Поэтому, чтобы не ошибиться со временем, сделаю вот такую крышечку для контроля. А уж в следующие разы буду знать, сколько времени на этот объем продуктов в моей духовке понадобится. Температуру выставлю в 190 градусов. Нагрев только снизу. И буду ждать. Примерно через час накрою этот горшок фольгой, чтобы тесто не начало подгорать. Прошло полтора часа. Что там внутри? Картошка еще сыровата. Добавлю-ка я сюда кипятку. Кстати, в самом начале можно было сюда и пиво плеснуть, и грибов добавить. Ну, сами сообразите. Ну, и снова накрою фольгой и отправлю в духовку. Итак, всего с момента постановки в духовку этого котелка прошло 2 часа 10 минут. Наконец-то все готово. Пора снимать пробу. Запахи стоят с ног сшивательные. Разрезаю. Вы только посмотрите на это. Великолепный результат. Столько бульона. Все запахи, все ароматы. Вы, наверное, думаете, что основные запахи и ароматы здесь картошка с мясом. Нет, это не так. Самый тон здесь задает именно вот эта вот крышка из теста. Это фантастика. Просто потрясающе. Нежная, мягкая картошка. Бульон, пропитанный перцем, лавровым листом, мясом, конечно. Конечно, говядина великолепная. Ну, правильно, она 2 часа здесь тушилась, томилась в этом соке, в этих ароматах. Это классно. Готовьте смело. Очень, очень вкусно. Значит, надо запомнить, что вот на этот объем при 190 градусах у меня ушло 2 часа 10 минут. Запишу где-нибудь. Вот и все на сегодня. Понравилось? Ну, догадайтесь, что надо сделать. Проявите начинку с фантазией. Начинку с фантазией. И каждый раз у вас будет получаться что-то новое, что-то классное. Но самое главное – это крышки из теста. Спасибо за компанию. Всем пока.